Небольшой комментарий, почему сейчас доклад, который вы видите на экране, почему он появился у нас в профильной комиссии на нашей секции. Ну вот те обстоятельства, которые сложились у Елены Владимировны, я ни в коем случае не могу ее полноценно заменить, это понятное дело, да. Но, тем не менее, Елена Владимировна попросила меня выступить с докладом, чтобы воспользоваться моментом. Мой доклад этот прозвучал впервые на Конгрессе педиатров. В феврале месяца этого года. И на сегодняшний день это настолько получается впереди бегущая информация, впереди бегущий опыт нашего региона. Поэтому еще раз, для того, чтобы воспользоваться ситуацией, где есть взрослые службы, детские службы, чтобы у вас было представление, все-таки чего же ждать, какой же прогноз ожидает нас буквально в ближайшее будущее. ИВЛы, да, искусственная вентиляция легких. Какие практические проблемы респираторной поддержки в домашних условиях при оказании помощи палеотивным пациентам. Итак, сейчас я попробую разобраться. Все получается. Среди присутствующих, пожалуйста, вы можете сравнить себя с нами. Это вот территория Свердловской области. Численность населения у нас составляет 4 315 702 человека. Плотность населения 22,26 человек на квадратный километр. Городское население в нашей области составляет 80, почти что 5%. Детское население 843 тысячи, 844 тысячи. Вот территории, так вот, примерьте на себя наши показатели. И если есть те, которые на нас похожи, тем более слушайте очень внимательно, чем же мы на сегодняшний день занимаемся и какие стратегии выработали по отношению вот этой темы ИВЛ, респираторную поддержку в домашних условиях. Город Екатеринбург. У нас областной центр, да, и в городе Екатеринбурге 249 тысяч детского населения. Наша областная детская больница, она замечательна и знаменательна тем, что в составе нашей областной детской клинической больницы есть онкологический центр, есть областной перинатальный центр, есть мощная диагностическая база с узкими специалистами, функциональными исследованиями. Но вот эти вот два верхних слайда, онкоцентр и перинатальный центр, это, конечно, основные площадки, откуда мы впервые ознакомимся с нашими пациентами с палиативным состоянием, присваиваем им статус палиативного ребенка или ребенка, нуждающегося в палиативной помощи. И наш перинатальный центр, он сориентирован на беременных женщин, имеющих патологию. В физиологичных родах, как правило, в нашем перинатальном центре нет. То есть это либо патология плода уже установленной, либо патология беременной женщины. Физиологичные роды проходят в перинатальных центрах, межмуниципальных центрах, и, в общем, маршрутизация таким образом строена. Посмотрите, потребность, да, какая же потребность при нашей численности населения. На сегодня у нас в реестре, реестр ведется с 2012 года, 424 ребенка. Это немного недостаточно. По моим расчетам должно быть не меньше 600 детей на всю область, имеющих палиативное состояние. На сегодняшний день у нас обучено более 160 врачей на цикле повышения квалификации по палиативной медицинской помощи детям и более 80 медицинских сестер. Здесь тоже немножко такая парадоксальная ситуация, потому что на самом деле на одного врача должно приходиться 2-3 медсестры. Ну, вот такая у нас особенность. Но, тем не менее, у нас есть образовательные циклы по палиативной помощи детям, по оказанию палиативной помощи детям для врачей и для медсестер. Ну, вот ближе к нашей теме. То есть, когда стала звучать вот эта тема искусственной вентиляции легких в домашних условиях, когда у нас появился только первый ребенок, конечно, возник интерес, что же происходит в мире. Вот, пожалуйста, что происходит в мире. Уже более чем 30 лет созданы общества. На сегодняшний день более 4 центров по искусственной вентиляции легких на дому работающих центров, да. И обратите внимание, опять-таки, вот на распространенность 6,6 пациентов, но это практически 7 пациентов, на 100 тысяч населения нуждаются в респираторной поддержке. С чего мы начали? Конечно, мы начали с базы данных. То есть, узнать то количество детей, которые нуждаются в том или ином комплекте респираторного оборудования. Где взять информацию об этих детях? Первое, конечно, мы брали с территориальных поликлиник. Потом у нас есть достаточно такой серьезный, солидный по возрасту медико-генетический центр, где с достоверно установленными диагнозами база данных. И когда вот они нам дали эту базу данных, мы, конечно, ахнули, потому что сделать первый звонок в адрес, ребенку, допустим, был поставлен диагноз 7-8 лет назад, достоверно установленный, да, допустим, та же самая, спинальная мышечная атрофия или дюшена болезнь. И когда звонить в семью, узнавать, как у вас дела, то есть какой мы ждем ответа. Или ребенок умер уже, да, или у них все хорошо, или у них, в общем-то, все плохо. Это было очень сложно. Но, тем не менее, мы эти звонки проделали, договорились на встречу, и ко всем детям, которые у нас, база данных, появилась в наших руках, мы выехали в адреса. Выехали в адреса для того, чтобы оценить состояние здоровья каждого ребенка при достоверно установленном неизлечимом заболевании, установить его зависимость от того или иного оборудования. Я дальше, ну, скажу поподробнее, да. Для того, чтобы спрогнозировать потребность респираторного оборудования каждому ребенку. И посмотрите, вот эта вот динамика, да. В 2016 году под нашим наблюдением было всего-то навсего 10 детей, в 2017 год уже 48 детей, в 2018-й 89, и на сегодня 91 ребенок. Конечно, когда вот эта информационная волна накрывает, и думаешь, господи, ну что же делать-то, такая беспомощность, ну что делать? Ну, тут четко срабатывает формула жизненная, глаза боятся, руки делают. И в октябре 2016 года мы познакомились с замечательной компанией, это родительское сообщество, благотворительный фонд семьи СМА, та, которая стоит одной ногой в Европе и знает мировой опыт, как вести этих пациентов, как им предоставлять, какой период, какое оборудование. И при их большой поддержке и даже таком информационном обеспечении, что ли, мы стали более себя уверенно чувствовать. И посмотрите, что из этих детей, вот базу данных все. То есть мы сделали поадресный объезд, все мы знаем про каждого ребенка, какие условия, какое состояние здоровья. А вот это уже другая диаграмма, то есть это вот тот рост аппарата ФВЛ в домашних условиях. Посмотрите. Первый ребенок у нас появился в 2013 году. Здесь на геограмме 16-го года. В 2016 году 6 детей, 11, 18. На сегодня, вот буквально перед тем, как приехать сюда, с 24 на 29 я исправила. 29 детей с аппаратами ФВЛ в домашних условиях. Снова вопрос, просто воздух риторический. Те территории, которые с численностью детского населения похожи на нас, у вас есть такая же картина или нет? У вас есть 29-30 детей с аппаратами ФВЛ в домашних условиях? И если вы мне скажете, что нет, я абсолютно вас пойму, потому что у нас тоже эти дети до определенного момента, а именно до 2016 года, они были невидимками. В 2016 году у меня был достаточно печальный профессиональный опыт, когда нам передали ребенка, вернее, как передали ребенка, у нас областная же детская больница, к нам поступают самые сложные, клинически сложные и тяжелые дети. И поступил ребенок в отделение в педиатрическое с Дюшена, 16-летний подросток. Там достаточно сложная семейная история, то есть мама ушла, ребенка воспитывала бабушка, папа завел вторую семью. И когда в 2016 году я поняла, что вот это бессилие, профессиональная беспомощность, я ничем помочь не могу, у меня ничего нет. Вот этот ребенок меня впечатлил, до сих пор его помню внешне, и вот эту историю всю, да. Конечно, вот на сегодняшний день вы не должны испытывать этого бессилия, только лишь потому, что у нас очень много уже источников и стратегий, чтобы работать правильно, профессионально, чтобы не выгорать. Тогда можно было уйти, вот легко. Беспомощность, она разрушающая. Такое состояние для доктора, да. И вот посмотрите, дети, которые ломают нам всю статистику клиническую. 29 детей. И еще раз обращаю внимание, посмотрите, у нас из 29 детей 13 детей в Екатеринбурге, и 16 это в области. У нас область большая. Для того, чтобы проехать с одного конца до другого, с северного Урала до южного Урала, мы в Екатеринбурге находимся ближе к южному Уралу, это целый день, это 6-7 часов езды на автомобиле. Дороги не всегда тоже хорошие. Поэтому еще очень нас, скажем так, поддержало, и мы получили огромную пользу из того, что мы попали в федеральный проект, в пилотный проект по поручению президента ИВЛ на дому в 17-м году. На сегодня этот проект, он еще не закрыт. Ни мы его открыли, ни нам его закрывать, но у нас есть чем поделиться. На самом деле этот пилотный проект, он дал мощный такой, мощный горизонт, открыл горизонт. Вот, смотрите, я не буду сейчас зачитывать показания КВЛ, но они четко есть, показания КВЛ, да, это взято из методички, из нашей. Самое главное, что любое заболевание, которое сопровождается жизнеугрожающими нарушениями дыхания, это уже является показанием к аппарату искусственной вентиляции легких. Как узнать ребенка? Удивительные, тоже такие ситуации случаются в адресах, когда приезжаешь к ребенку, да, у него достоверно установленный диагноз, у него есть функциональное исследование, которое говорит, что от жизненной емкости легких остался 21%, но когда пульсоксиметра надеваешь на пальчик, разговариваешь с ребенком, а у него там 96-94, я так думаю, ну-ка я у себя, 96-94, а у него жизненная емкость 21% остался. И вроде какая тут катастрофа, а как ты себя чувствуешь? Ну, устаю, а что тебя беспокоит? И удивительная вещь этих детей беспокоит то, что у мамы спина болит, потому что она постоянно его на руках носит. То, что бабушка медленная, и у бабушки голова болит, да, их больше беспокоит состояние здоровья родителей. Для того, чтобы понять, где на самом деле точно нужен аппарат ЭВЛ, посмотрите, вот это мелко, это нормальное, начиная пульсоксиметрия, и как раз вот у этого ребенка это вот покрупнее, это вот норма, да, и вот тот ребенок, который с нормальной сатурацией на пальчике показывает в течение дня, а что с ним происходит ночью? Вот она, катастрофа, которая происходит ночью, начиная пульсоксиметрия. Сейчас покрупнее, вот этот же самый слайд, посмотрите, за ночь, то есть с 21, с 9 вечера до 7 утра у ребенка за ночь 596 событий десатурации. Пиковая десатурация 75, это однозначно показания к искусственной вентиляции легких. То есть вот все, что ниже изолинии, все, что красные эпизоды с ночными апноэ, очень грозные ночные апноэ, эпизоды десатурации, то есть ребенок вот за одну только ночь, как вы думаете, сколько раз мог не проснуться, не жить, да? Очень много. А это как раз тот парень, с которым мы днем нормально разговаривали и в принципе мы из адреса ушли спокойные. Но когда мы получили вот эту диаграмму, стали чаще звонить, стали чаще узнавать, потому что тревога зашкаливала до той поры, пока мы не поставили аппарат неинвазивной вентиляции легких в адрес и не обучили парня дышать. А он согласился, потому что как только он начал дышать на аппарате искусственной вентиляции, Ванечка, ну что, как ты себя чувствуешь? В голове посветлело. То есть ушла вот эта усталость, у него в голове посветлело. Презентация будет в доступе, поэтому я не повторяю вот эти вот показания, да, которые к вентиляции легких. Вот, смотрите, стратегии сопровождения. Их вообще две. Вот мы для себя определили две. Это дети, которые находятся на искусственной вентиляции легких в палате в реанимации. Это вот реальный снимок нашего пациента из палаты реанимации. И дети, которые не нуждаются в нахождении в условиях реанимации, это ночная, неинвазивная, либо инвазивная вентиляция легких. Только ночью ребенок зависим от аппарата ИВЛ. Потому что в течение дня у него действительно все компенсировано, а ночью происходит катастрофа. Есть вот такая вот другая плоскость. Какую же стратегию выбирать при том, подбирать аппарат ИВЛ, или, может быть, даже вообще не дойдет до аппарата ИВЛ, да? То есть выбор пути. То, что делают родители с нашей помощью, при нашей поддержке. Либо родители выбирают естественный путь, то есть это отказ от аппаратного дыхания. Либо это плановое ИВЛ. Что мы начнем, как начнем, с какого аппарата, с какой масочки, с какого режима. И любой выбор родителей мы поддерживаем и сопровождаем в том выборе. Родители могут менять выбор. У нас есть такие родители. Так, это я пропущу, потому что есть более важное. И вот смотрите, когда мы говорим про искусственную вентиляцию легких, у меня большое желание, чтобы вы четко понимали, что не только аппаратное, не только медицинское, не только там, где оборудование, а оказывается даже тот же самый аппарат, он будет не столь эффективен, если мы не будем соблюдать вот эти примитивные, простые вещи, да? То есть самое простое. Правильное позиционирование ребенка во время кормления, во время прогулки, во время бодрствования, ежедневный массаж, гимнастика, растяжки, техники ручного откашливания. Обязательно должна быть стратегия сохранения остаточной самостоятельной активности ребенка двигательной. Раннее артезирование. Почему с тремя восклицательными знаками? Потому что мы этому на сегодня не придаем значения. Наша реальная история из нашего опыта работы, когда мама девочки со сма первого типа нас убеждают, что ребенку нужен карасет. А мы ей говорим, так не надо, у вас еще нет осложнений, у вас нет еще искривлений. Не дожидаемся осложнений, не дожидаемся искривлений, а карасет прописываем сразу. Мамы ведут нас. Они грамотнее. Они взяли рекомендацию итальянской школы, как надо сопровождать этих детей. Тогда, когда будет уже сколиоз третьей, четвертой степени, мы на сегодняшний день расцениваем этого ребенка как ребенка с упущенными возможностями. Безвозвратно сформировавшиеся осложнения. Осложнения. Да, можно сделать операцию. Ну и респираторное оборудование. Вот эти укладочки. Жизненно важно. Ребенок в течение дня находится в правильном положении. В правильном положении. Кормим в правильном положении. Гуляем. Вот это типичная картинка. Ребенок должен правильно находиться на руках у родителей. Что такое родитель в этом случае? Родители в этом случае – это вертикализатор. Вертикализатор. Потому что такого ребенка поставить вертикализатор невозможно. Да, выписываем вертикализатор, опоры для стояния, опоры для сидения. Ни один ребенок в нем не хочет стоять и плачет, и капризничает. И он в дальнейшем ненавидит. Только в сторону шаг шагнули, в сторону вертикализатора у ребенка уже истерика. А мама, папа – это вертикализатор. И они должны правильно брать ребенка и правильно на себе располагать. Гимнастика, массаж, растяжки. Когда ребенка вот так вот тянут за головушку, вот он не сопротивляется. А больше того, он просит родителей, сделай мне еще раз, сделай мне еще раз. Потому что головушка, осевая нагрузка на позвоночник, дети ее очень чувствуют сильно. И вот эти сколиозы, они, конечно, задействуют весь позвоночник, начиная с шейного. Конечно, опоры для стояния. Вот тут я вам скажу, на самом деле, очень веселая, позитивная вещь, что когда ребенок, оказывается, это наш пациент со своей сестренкой, вот в таком комбинированном, то есть это соединен корсет, тут орочки на бедро и на голень. И когда ему это одели, первый раз одели это, вот изготовили и одели, посмотрите, радостный денечка. И он взял и назвал эту конструкцию стояпкой. И сейчас, когда мы приходим в семью и понимаем, что ребенку нужен вот такой вот агрегат, вот такая конструкция, мы просто говорим, давайте будем заказывать стояпку. Все знают, что это такое. Обратите внимание вот сюда, вот на этот кадр. Посмотрите, тот же самый корсет. У ребенка установлена низкопрофильная гастростома, и в корсете сделана вырезка под гастростому, потому что ребенок сам уже не глотает. Зонт – это временная вещь. Вот, пожалуйста, конечно, когда мы видим вот такие сколиозы у наших детей, это упущенные возможности, да, это вот как раз там, где 21% жизненной емкости легких остается. Там, где у нас был пациент, ребенок, 11% жизненной емкости легких, вот он так весь изогнутый, с диспозицией органов. То есть и так-то, скажем, есть у ребенка неизлечимое заболевание, приобретаем еще очень угрожающую, сопутствующую патологию. И вот в этой девочке установлена конструкция. Это клиника Елизарова в Кургане. Устанавливают как по типу брекетов. Конструкция весит 8 килограмм. Девочка до операции и после операции. И когда ее спросили, как ты себя чувствуешь после операции, первое, что он сказал, отдышать легче. Это потом, когда ей показали зеркало, она говорит, так я красавица. Конечно, девочка, подросток. Очень важный внешний вид. И вот посмотрите, когда мы говорим про искусственную вентиляцию легких на дому, конечно, все начинается не сразу с аппарата ИВЛ. Правильная стратегия. Первый набор у нас, это так называемый набор безопасности. Проходите, пожалуйста, садитесь, не стойте, не очень удобно. Места есть. Все начинается проще простого. Помешок, амбу, аспиратор и пульсоксиметр. Вот этот набор безопасности, когда мы обучаем родителей. Потому что когда нам еще понадобится аппарат ИВЛ, может понадобится года через два, через три. Или другая ситуация. Сегодня нужен аппарат, но мы его сможем предоставить через месяц, через два. Мы что, будем с опущенными руками ждать, когда нам оборудование закупят? Месяц два – это я еще легко сказала так, легкий вариант. Поэтому начинаем заниматься амбу-гимнастикой, амбу-терапией, техникой ручного откашливания. Посмотрите, что у нас дальше будет происходить. Да, вот эта картинка, которая может некоторых из вас ввести в такой стопор и даже спрашивать, что это, играть в угадайку, да, а это что, а это что, а это что. А это все респираторное оборудование. И аспираторы, электроотсосы, да, они похожие на медицинское оборудование «Жирафик», да, небулайзеры, аппараты искусственной вентиляции легких и кислородный концентратор. Очень важный момент, очень важный момент, какая же должна быть маска у ребенка. И здесь очень запоминают такую установку, что все-таки ребенок растет, ребенок растет, лицевой скелет меняется очень быстро, и ребенок должен походить на маму и папу, а не на маску. Поэтому разные должны быть маски. Носовая, ротоносовая, ротовая. У ребенка не должно формироваться масочного лица. И это оказалось достаточно серьезной проблемой, потому что нормальная маска, ну, она не стоит дешевле 16 тысяч. Хорошая маска стоит 24-26 тысяч. Ее надо подобрать. Должна быть определенная линейка. И, вы знаете, вот, оказывается, подобрать маску сложнее, чем подобрать очки. Или мы то, что в начале, да, но это очень важно, насколько правильно будет подобрана маска, и еще с учетом, что должны быть разные точки крепления, давления, чтобы не деформировать лицевой скелет у ребенка. разные маски. Вот эти две, снова повторяю фотографии, уже более крупно, да, один ребенок – это реанимация, да, второй ребенок – это домашний. И, к слову сказать, тот ребенок, который в реанимации, его уже нет в живых. А тот ребенок, который из реанимации был переведен с респираторным оборудованием на дом, он жив, счастлив на сегодняшний день. Вот этот мальчик. Мальчик, который гуляет, мальчик, который празднует дни рождения, кормит уток, мальчик, который ему мама специально вот на этой досочке делала ошибки, папа, поздравляю, с днем рождения, вот этот, он все исправил. Этот мальчик, который у нас стал первоклассником в этом году, по статистике он должен был умереть с шести месяцев до полутора лет, ребенку в семь лет, и он первоклассник. Мальчик сломал медицинскую статистику. Качество жизни, да? Это тоже качество жизни. Ходим в бассейн и плаваем вместе с аппаратами ИВЛ. Знакомимся с новыми детьми, с девочками, с мальчиками. Родители учатся улыбаться у нас, они улыбаются. Когда мы сами присутствуем вот в этом бассейне, это знаете, какой заряд положительных эмоций? Это невероятно, что мы поменяли качественно жизнь детей, качественно жизнь семьи. Они забывают в этот момент про свою болезнь, про свою неизбежность, обреченность, там, где неизлечимое заболевание. Вот наши дети. Это все дети на аппаратах ИВЛ. Наши дети ходят везде, на студии, ездят к вечернему урганту. В этом году они были при запуске космического корабля. То есть они не сидят дома. То есть первая стратегия, когда мы ребенка из реанимации с аппаратом переводим домой, а потом, чтобы дом не стал такой же тюрьмой. Ребенок не должен находиться в четырех стенах в своей комнате. Он должен везде ездить, и в Москву, и по миру, и смотреть на запуск космического корабля. Наши дети выступают на сценах. О чем мечтают? Мечтают о многом. Это все реальные кадры из наших. Вы видите, если мы на аппарат идем, мы на первых рядах сидим. И в этом году у нас забавная история случилась с нашим доктором, когда дочь ей звонит и говорит, мам, ты что бегаешь по площади? То за тигром бежала, то сейчас за танком бежишь. Она говорит, что уже по телевизору показывает? Она говорит, да нет, я смотрю генеральную репетицию парада, ты то за тигром пробежала, то за танком. А потому что у нас в этот момент ребенок катается то в тигре, то в танке. Никого другого не берут, наших катают. Мальчишки, мечта. Наши знакомы с медийными лицами, то есть живем полноценно. У нас есть грант «Будущее рядом», там, где ребенок не должен стать взрослым, который никогда не ведет свою семью. У нас это прописано с вами в учебниках наших, в которых мы учились. По статистике ребенок должен умереть в 16-18 лет. Мы придумали грант и выиграли «Будущее рядом» про выбор будущей профессии. И наши дети, они настолько успешны в этом гранте. Один ребенок, участник этого гранта, придумал программу для проверки контрольных работ для учителя математики. Круто. Это я только один вам говорю. У нас было 15 участников. Наши дети встречаются и тусуются. Современное слово в ночном клубе. Да, это утренник, но это ночной клуб. Выходим из дома максимально. И здесь с аппаратами ВЛ дети. Вот в этом празднике жизни. Благодарю за внимание. Ну вот так коротко и быстро. Спасибо.